МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тайны ночных гонок, мажоры и катастрофы. Гонки без правил и обязательств. Вывостил сына, купи машину. Тюнинг автомобиля для стритрейсинга обходится в десятки тысяч долларов. Кто сжет резину по ночам, выяснила Мария Ковалева. К этому дереву на четвертой фонтана гонщики приносят цветы с 2005 года. 29 сентября свой последний ночной уличный заезд совершил легендарный джокер по паспорту Александр Дубинин. Погиб и пассажир самой гоночной машины того времени красной Тойоты Супра водитель Сергея Кивалова. Целыми остались только номера и бампер с надписью «Джокер». Я учил, это мой ученик. Конечно, я его знаю хорошо, Сашу. Я знаю его автомобиль, я знаю, кто строил автомобиль. Я учил его трогаться на автомобиле, потому что он при мощности под 800 сил. Это не так легко. Нынешнее поколение чемпионов восхищается джокером. У каждого свое яркое воспоминание. Я был маленький еще. Я чуть-чуть помню его автомобиль. Это автомобиль, на который мы всегда заглядывались. Поворачивал всем головы, открывал рты и текли слюни от этой машины. Раз в год и палка стреляет. Я думаю, что изначально неправильно то, что этот автомобиль, если гоночный автомобиль, мы возим на прицепе. А мы должны в городе ездить на гражданском автомобиле. Я не мог бы объяснить, что это могло быть. Некоторые говорят, что он на скорости 170-180 включил еще азот и его развернуло. И он попал в дерево. Что там дальше было? Ну, не знаю, только он мог знать. Царство его небесное. Вот мы познакомились с Сашей. Но, честно говоря, с ним мы познакомились немножко раньше. Я с ним ездил в Австрию в поездку, в туристическую. Очень хороший пацан. Ну, действительно, хороший. Вообще, без обедников, там, ну, веселый. Всегда веселый. Вот я не помню, чтобы он был когда-то грустным. Вот. И когда я его увидел на этих гонках, а он себе купил красный, 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 красный. Да, 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 Toyota Supra. И на первых гонках он не знал, как переключаться передачи. Переключается. И первые заезды он путал передачи. Он с первой переключался сразу на третью почему-то. И у него, его Toyota делал сразу так. Дыр-дыр. Дыр-дыр. То есть, вот она хлопала, и она не понимала, что... Потом он, мы с ним встретились, он был в одном из фитнес-клубов. Вот. И он меня похвастался, когда я зашел в этот фитнес-клуб. Он похвастался, говорит, послушай, я, говорит, сейчас такой тюнинг сделал в своей машине. Я говорю, ну и что? Он говорит, я ездил в Москву и сделал такой тюнинг. Я, говорит, увеличил мощность двигателя до 600 лошадиных сил. А я его спрашиваю, а я его спрашиваю, говорю, Саша, зачем тебе 600 лошадиных сил в нашей Одессе? Он говорит, ты что, я же в гонках буду участвовать, ты что, не знаешь? Я говорю, ну подслушай, это же опасно. Говорит, да ладно, чувак, слышишь, у меня, говорит, у меня тут все будет нормально. Ну и после этого я узнал, что вот где-то здесь он в это дерево и въехал.